Я, адвокат Макеева, представляю интересы Устиновой Татьяны Алексеевны, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 со значком 2, частью 4, то есть хищение денежных средств, субсидий в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц. На мой взгляд, обвинение совершенно не обосновано и отсутствует доказательство ее причастности к совершению преступления как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Устинова являлась подругой ее подельницы на сегодняшний день, Ермолаевой. Дружили они в течение длительного времени, более 20 лет, они совместно работали и были очень доверительные отношения. Поэтому у Устиновой не было даже предположения, что Ермолаева может ее обмануть, ввести в заблуждение, что, возможно, та ситуация, которая сложилась в настоящее время. Ермолаева обратилась к Устиновой с предложением зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство для того, чтобы развести коров, получить денежные средства, бюджетный грант в сумме полтора миллиона рублей. И они рассчитывали заниматься сельским хозяйством. Моя подзащитная Устинова, она была женщиной в то время, это 2015 год, предпенсионного возраста. То есть иного дохода у нее не было, ее сократили по месту работы. Она жила на денежные средства своего супруга, это пенсия, 10 тысяч рублей на двоих. Поэтому она не видела ничего предосудительного в том, что они получат деньги, начнут заниматься разведением крупного рогатого скота и будут реализовывать продукцию молочную. То есть она предполагала, что она будет непосредственно заниматься продажей молока. Но в мае 2015 года с ней случилась беда, инсульт, и на какое-то время она легла в больницу, то есть она вообще не имела возможности заниматься сбором документов. Ермолаева ее заверила, что все необходимые документы она ей поможет собрать. Они заключили договор о совместной деятельности, и Устинова предполагала, что они вместе будут заниматься разведением крупного рогатого скота. Часть документов, которые были собраны Ермолаевой, это сфальсифицированные документы, именно Ермолаевой, о них не было ничего известно Устиновой. Документы собирались следующим образом. Например, Ермолаева имела диплом о высшем сельскохозяйственном образовании. Она изготовила копию документа, вписала вместо своих анкетных данных фамилии и имя отчества Устиновой, и такой документ был предъявлен комиссии. Дело в том, что комиссия, согласно законодательству, которое принимает документы, обязаны сверять подлинники с копиями. Однако часть документов в подлинниках отсутствовала, в принципе, так как она была сфальсифицирована. Тем не менее, должностные лица принимают документы, не проверяя, имеются ли оригиналы. Оригиналов не имелось, и эти документы, они должны были проверяться в течение пяти рабочих дней. Должны были делать запросы и в местную администрацию, и в налоговую инспекцию. Тем не менее, судя по тому, что документы, ненадлежащим образом заверенные, и документы, представленные Ермолаевой, были запущены в ход, можно сделать вывод, что должностные лица не только не сверили, не проверили наличие подлинников, а они и не проверили соответствующие документы. Вообще, соответствуют ли они действительности. Например, необходимо было получение сертификата о дополнительном образовании. Такие сертификаты выдавали в СГАУ. Выдавались они следующим образом. То есть, обратилась не Устинова, а Ермолаева. Она обратилась, написала заявление. Курсы в течение трех дней никто не проходил. Оплатили. Стоимость этих курсов – это три или четыре тысячи. Тем не менее, через три дня Ермолаева за Устинову получает сертификат. Аналогичным образом у нас были допрошены свидетели Щербакова, которые также были соискателями и получателями гранта. За супругу Щербаков обращается в СГАУ, пишет заявление. Курсы никто не проходит. В СГАУ им пояснили, что достаточно почитать информацию в интернете. Через три дня выдают сертификат. При отсутствии каких-либо доверенностей сертификаты выдают. Можно вопрос такой? А вот как сами представители СГАУ объяснили вот такое получение документов? Представитель СГАУ сказала, что курсы они проводят, но они не проверяют. Оплатили им. Кто сидит у них в лекционном зале, им абсолютно неинтересно. Зашли, посмотрели. Есть народ? Есть. А соответствуют эти ли люди, которые написали заявление, которые оплатили? Кто получает это образование и получает ли вообще? В общем-то, осталось под большим вопросом. Так как Щербакова была допрошена именно в присутствии свидетеля, сотрудника СГАУ, и пояснила, что никто эти курсы не проходил. И сертификаты также выдавали. Щербаков даже нам пояснил, что мне сказали, что любой сосед может приехать и получить сертификат. Таким образом были получены документы. И затем проходит... Дело в том, что Устинова она вообще не присутствовала на заседании комиссии. Ермолаева составила от ее имени доверенность, которую сама же и подписала, сама и зарегистрировала, сама изготовила печать. И тем не менее принимается решение о выдаче гранта. Грант практически полтора миллиона людей. Допрошенные в судебном заседании представители комиссии говорили о том, что определяющим является количество баллов. Кто из соискателей сколько баллов набрал. Однако нам стало очевидно, когда мы исследовали оценочную ведомость, что человек, набравший максимальное количество баллов, 39-34 баллов, не получает грант. Человек, набравший минимальное количество баллов, 13 баллов, он получает грант. Еще необходимо было получить выписку из похозяйственной книги о том, что имеется в наличии скотина. Дело в том, что Устинова не видела ничего предосудительного в том, что так как они собирались заниматься вместе с Ермолаевой совместной деятельностью, что скотина, которая имеется у ЕО Ермолаевой, будет записана на нее. Но когда они обратились к заместителю главы местной администрации Сергеева, тот отправил их к главе администрации Владимирова. И Владимиров посоветовал им составить договор купли-продаж. И вот этот договор купли-продажи, не подписанный Устиновой, он ложится в основу выдачи, выписки из похозяйственной книги. И только когда уже начинается проверка по делу, когда проходят обыски, следователь Кузнецова вдруг обнаруживает, что подписи в договоре нет. Она отдает этот неподписанный договор Сергееву, Сергеев через Ермолаеву передает Устиновой, и Устинова подписывает договор. Самарин также подписывает договор, когда уже идет следствие. То есть у следователя в материалах дела находится неподписанный договор, который мы также исследовали. И следователь, я считаю, на мой взгляд, это фальсификация доказательная. Отдает документ уже в ходе проведения проверки для подписи. То есть в материалах дела находятся сейчас два договора. Один подписанный, другой неподписанный. То есть сама Устинова не предоставляет никаких заведомо ложных сведений для того, чтобы получить грант. Грант получает Ермолаева, и Устиновой даже неизвестно о том, что она получила грант. Она неоднократно выясняет, когда мы получим грант, когда мы купим коров. Однако Ермолаев ей говорит, что грант мы еще не получили. Я получила часть денег, и я занимаюсь строительством сарая. Устинова видит, что Ермолаева строит сарай, и она верит в то, что действительно они приобретут коров, что они будут заниматься этой деятельностью. И только когда сотрудники полиции приехали с обыском к Устиновой, ей стало известно, что, оказывается, Ермолаева получила грант. Сегодня допрошенный представитель Министерства сельского хозяйства нам пояснил, что сотрудники должны сверять подлинники документов с копиями. Однако в данном случае этого не имело места быть. В связи с чем стала возможна выдача бюджетных денег лицу, которая не имела права. Если бы проверили, например, отсутствие диплома, проверили несоответствие документов, грант бы не выдали. Тем не менее, сегодня у нас были оглашены показания Ермолаевой, из которых следует, что по другому эпизоду вообще были предоставлены. Все с фальсифицированной копией документов подлинников вообще не существует. Тем не менее, лицо также было соискателем на грант. И ему отказали не потому, что документы не соответствуют действительности, а потому, что он не набрал нужное количество баллов. Поэтому я считаю, что именно при нарушениях со стороны должностных лиц стало возможным необоснованное выделение грант. Однако моя подзащитная Устинова, она не имела никакого отношения к предоставлению недостоверных сведений. Тем не менее, ее в настоящее время привлекают также к уголовной ответственности. И статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Эта женщина перенесла два инсульта, она страдает с сахарным диабетом. То есть она оказалась втянута в эту систему, и я очень опасаюсь и за ее здоровье, и за то, что она может, именно только потому, что у нас, к сожалению, оправдательные приговора не выносятся, может быть и в отношении нее вынесен обвинительный приговор. Хотя я считаю, что доказательств ее причастности к совершению преступления здесь просто нет. И вот такой ряд вопросов уточняющих. Вот первое. Почему именно Устинову попросила Ермолаева? Почему она сама не могла собрать документы и подать на грант? Дело в том, что для получения гранта необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, необходимо заниматься крестьянско-фермерским хозяйством не более двух лет. Во-вторых, лицо не должно быть индивидуальным предпринимателем, а Ермолаева являлась индивидуальным предпринимателем на протяжении долгого времени. Поэтому она сама не могла получить, а она воспользовалась своими доверительными отношениями. Устинова более 20 лет ее знает, они дружили с семьями, вхожи семьи друг друга, они вместе отмечали праздники, и Устинова даже не предполагала, что Ермолаева может ее обмануть. И куда пошли средства? Средства пошли на погашение долгов Ермолаевой. То есть Ермолаева имела большие долги, порядка полутора миллионов, и она говорит о том, что денежными средствами, которые она получила, она рассчитала со своими долгами. Она надеялась как-то восстановить эти деньги? Она говорила о том, что она надеялась взять денежные средства в долг, приобрести коров, заниматься все-таки фермерским хозяйством, и в дальнейшем реализацией этой продукции заниматься. Ну, судя по всему, судя по оглашенным данным, каким-то образом Ермолаевой удавалось опустить в путь глаза проверяющим, которые проверяли осуществление всех условий грантов. Тем в том, что можно предположить, наверное, таким образом проводилась проверка. Потому что сотрудники приезжали, они действительно видели, что строится сарай, ни у кого никаких вопросов не возникало до определенного времени. Она им говорила о том, что она приобрела доильный аппарат, что коровы, часть коров находится где-то на выпасе, на летнем пастбище. То есть все это было возможно. Сейчас по позициям именно обвиняемых, кто из них согласен с предъявленным? Ермолаева полностью согласна с предъявленным обвинением. Она признает, что она сфальсифицировала документы, что она говорила Устиновой, что действительно они будут заниматься разведением коров, что она ее не посвящала в то, что она собирается деньгами гранта рассчитаться за свои долги. Ермолаева признает вину, Устинова, естественно, вину не признает, так как никаких ложных сведений не предоставляла, деньги не получала. И ее причастность к совершению преступления, она, в общем-то, не подтверждается доказательствами. Продолжение следует...